Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию доклад «Реабилитация больных с параллечом БЭЛО». Реабилитация больных с параллечом БЭЛО, как и любая другая реабилитация, подчиняется общим принципам и законам реабилитации. Это комплексность, комплексный подход очень важен. Важны индивидуально подобранные мероприятия с учетом особенностей человека, его физических и социологических характеристик. Последовательность и своевременность мероприятий, об этом мы поговорим чуть попозже, что, когда и в какое время стоит предпринимать. и обязательно активное участие самого пациента, то есть он должен, во-первых, начать с запроса, что он хочет, чего ожидает от реабилитации и какой конечный результат он ждет. И его активное участие необходимо в выполнении некоторых мероприятий. Об этом мы поговорим тоже. Что касаемо своевременности. Если разделить весь срок заболевания, причем было, и распределить на суферблате, то, например, острый период, он длится где-то в среднем от 3 до 10 дней. В этот период активно применяется медикаментозная терапия. Это период острых воспалительных изменений. Период ранневосстановительный период. Ранневосстановительный. Многие восстанавливаются именно в этот период. Это пациенты с легкой степенью чашечки. Этот период длится 1 месяц. Поздневосстановительный период. 3-4 месяца длится. В этот период обычно восстанавливается у пациента со средней степенью поражения. И период последствий. Период последствий мы его наблюдаем спустя где-то 6 месяцев. Здесь уже необходимо совершенно иные мероприятия, чем в острые и предыдущие периоды. Как же определить фактор тяжести или тяжесть состояния? Самый простой и доступный способ это определение по шкалам. Золотой стандарт определения тяжести это шкала Хаус-Бракмана. Она определяет тяжесть поражения с мимической мускулатурой, движения. Но она не единственная. С ней сопоставима шкала Ян-Гириха. И если мы хотим более комплексную оценку состояния пациента, можно использовать шкалу, которая использует несколько батареи вопросов с определением не только то, как хорошо или плохо работает мимическая мускулатура, но и качество жизни пациента. В более позднем периоде возможно использование шкалы для определения синкинезии. Также при тяжелом поражении очень важно для составления прогноза заболевания определиться с нейромиографической картиной заболевания. так, например, при сохранении м-ответа в норме на седьмые сутки мы ожидаем быстрое и полное восстановление независимо даже от клинической картины. Если м-ответ более 30% от здоровой стороны, то здесь срок восстановления может занять 2-8 месяцев с 8 месяцев 4% вероятность. 2,8 месяцев может занять те поражения, при которых м-ответ составляет всего 10-30% по сравнению со здоровой стороны. И если мы наблюдаем менее 10%, то восстановление ожидается долгое и скорее всего оно будет неполное. Что касаемо осложнений, осложнений здесь часто встречаемые это синкинезии, контрактуры. Что касаемо контрактур, да, вот здесь хотелось бы отметить, что контрактуры часто бывают по причине неправильно сформированной реабилитации. Это, например, очень глубая лечебная гимнастика с высокоамплитудными, с частыми и повторениями на усилия пациента. Симптом крокодиловых склез и синкинезии это результат аберрентной реинервации и прорастания нерва с развитием синкинезии. и симптомах крокодиловых склез. Если говорить о том, как сочетаются между собой различные методики медикаментозного и хирургического лечения, то в случае легкой и средней степени тяжести они примерно сопоставили. Это гормональная терапия, первые 10 дней, витамина терапия, ботубинная терапия с здоровой стороны. При ранней восстановительной первом месяц с первого по третий месяц возможно присоединение антихолинэстеразных препаратов и теоктовой кислоты. Дополнительно при тяжелом поражении здесь более смелые решения в виде декомпрессионных методик декомпрессии нерва, либо возможно на любом этапе пластические операции с также активное использование ботубинной терапии с здоровой стороны. При затяжном течении, при развитии осложнений идет использование ботубинной терапии с обеих сторон. Отдельно хотелось бы поговорить про лечебную гимнастику. Лечебная гимнастика здесь важна последовательность, так как мы понимаем, что это самостоятельная работа, пациент должен осознавать и понимать, что он должен выполнять. Поэтому все должно начинаться с объяснения работы и их анатомии. Важно соблюдать принцип не наращивания усилия, а именно нейромышечного переобучения. В этом преуспела меркаба-терапия. Если говорить о переобучении, то оно должно происходить намного легче произойдет использование биологической обратной связи. Самое простое это зеркало. Более сложный характер это электрониография. Пациент должен понимать, важное качество выполнения упражнений. Поэтому задаем расписание где-то 5-10 повторений 3 раза в день. Амплитуда не должна быть грубой. Грубая амплитуда приводит к развитию контракту. и для того, чтобы избежать синкенезии, при помощи зеркала человек должен соблюдать симметричность усилия обеих сторон и прицельность выполнения. То есть должны быть задействованы только те мышцы, которые мы хотим, чтобы они были задействованы. Физиотерапевтическое воздействие это уже методика не медикаментозная методика, которую можно предложить пациенту. Здесь и например криотерапия либо воздушная либо контактная криотерапия для усиления кровотока и уменьшения болевых синдромов. Противовоспалительная на провокративной стадии это УВЧ-терапия. Также возможно использование лазеротерапии для усиления кровотока и улучшения восстановления функций. Что касаемо отдельно про миостимулирующие методики. Их использование возможно, но как показала практика они чаще всего приводят к развитию контрактуры. Поэтому здесь очень-очень-очень большая осторожности, а лучше их вообще не использовать. Лучше сосредоточиться на нейромышечном переобучении, на правильном выполнении лечебных гимнастических процедур. Другие методики это кинезологическое тейпирование. Оно берет свое начало из лечения положения. Здесь при правильном натяжении создаются нужные вектора, необходимые для восстановления. Альтернативные методики это методы иглорефлексотерапии, которые в принципе можно применять даже с первых суток. Это методики герудотерапии и краниальной ватабральной остеопатии. Все это в комплексе как дополнительная методика к тем, что мы перечислили выше, могут помочь внести свою лепту и внести свою каплю в восстановление пациента. Самое главное, что необходимо помнить, важно даже не работа восстановления даже не медической мускулатуры, а самое важное это восстановление качества жизни пациента, его социализации, его реализации в обществе. Здесь представлены люди, которые пережили паралитическое целого нерва, но при этом и пережили не просто неполное восстановление, но при этом сохранили свою активную социализацию, ведут активную публичную жизнь, в этом и заключается в том числе и победа над болезнью, это победа над отношением к этой болезнью. Методик очень много, важно все своевременно использовать, чтобы пациент до конца исчерпал